Не убранный вовремя мусор может стать причиной опасных болезней. Подтверждение этому заметно участившиеся в прикамье случаи заболевания людей геморрагической лихорадкой. Приобрести эту неприятную болезнь можно от прямого или косвенного контакта с грызунами. Специальная комиссия собралась сегодня в здание администрации, чтобы обсудить наиболее важные вопросы борьбы и профилактики недуга. За 9 месяцев текущего года в нашем крае уровень заболеваемости геморрагической лихорадкой вырос почти в 4 раза по сравнению с аналогичный период прошлого года, отметили специалисты. Возросли случаи и других опасных болезней, переносчиками которых являются грызуны. Заболевания протекают тяжело, поражая внутренние органы. Возможен и летальный исход. Тем не менее численность опасных грызунов, таких как крысы и мыши, продолжает увеличиваться. На численность грызунов влияют неудовлетворительные и несовременные очистки территории населенных пунктов от мусора и бытовых отходов. Недостаточное количество мероприятий по повышению защищенности объектов жилищно-коммунального хозяйства, торговли, общественного питания, пищевой промышленности за счет устремления грызунов. Самыми населенными мышами и крысами территориями стали скверы, парки, лесные массивы и даже детское оздоровительное учреждение. Как оказалось, именно здесь самая благоприятная территория для грызунов, так как зачастую они завалены листьями и мусором. В этом году, когда мы смотрели детское оздоровительное учреждение к городу Пангуру, приехав в один из лагерей, пересменку, мы увидели просто раздули для грызунов, мыши прыгали, ходили по ногам. Мы приехали проверять, насколько заселена клещами территория. Клещей не обнаружили, но обнаружили множество мыши. Чтобы избежать дальнейшего роста заболеваемости, необходимо срочно применять меры по истреблению животных и очистке загрязненных территорий города, подчеркнули присутствующие. Также в планах комиссии приинформировать кунгуряков о недуге, повысив их внимание к существующей проблеме. Особенно важно вовремя обследоваться, дабы избежать печальных последствий, подытожили члены комиссии. Ну и, конечно, основная мера профилактики – своевременная и качественная уборка ТБО с контейнерных площадок и ликвидация несанкционированных свалок.